Баския тату Всем привет! Меня зовут Елена Баски и сегодня мы с вами начнем сложнейшую тему Вы так долго просили, а я так долго откладывала Но дело важное, поэтому погнали! Барабанная дробь, направление и стиль татуировок Это будет вводное видео, так сказать, коротко о главном Некая попытка систематизировать это огромное количество стилей Я расскажу вам о паре-тройке особенностей каждого стиля И сегодня будет только первая часть Если вам будет интересно узнать про каждый стиль в отдельности Обязательно напишите мне об этом в комментариях Тогда я буду звать лучших татуировщиков в этом конкретном стиле И доканывать их уже точечно вопросиками Закидать вопросиками Закидаю вопросиками нож в горло и они расскажут все только лучшее Что я скажу? Итак, с чего все началось? Как мы помним, в рану война попала Сажа Он, красавчик, выжил Все это затянулось и образовалась татуировка Об этом поподробнее можете посмотреть в моем выпуске под названием Зачем люди делают себе татуировку? Ну да ладно, вернемся к делу Наш воин, парень-то непростой И таких ран у него было огромное множество И поэтому со временем они образовали интересный причудливый узор А потом ребята в племени вообще разошлись и начали таким образом свою некую принадлежность обозначать Медведя зарубил, ну получи зарубочку Суп сварила, на тебе татуировку на бороде Это я все к чему? Конечно же к этническим татуировкам Потому что куда в наш красивый шарик под названием земля нет ни, везде люди сделали татуировки Способы нанесения могли различаться, но суть все равно оставалась одна В настоящее время люди делают этнические татуировки иногда, чтобы таким образом как бы подчеркнуть свое родослово Например, папа у тебя индейец, а ты родился в Москве Что же тебе делать? Конечно же узоры североамериканских индейцев А иногда просто потому, что это самые долгоживущие татуировки И их не надо корректировать Они смотрятся отлично даже на самых смело загорелых людях Что же такое орнамент сам по себе? Это графическое изображение из сочетаний геометрических растительных или животных элементов Проще говоря, листочки, полосочки и какие-то зверьки Котики, курочки на ножках, животные же элементы Ну понятно, что в древности технических возможностей рисования у народностей было не так много И поэтому это выглядит все, казалось бы, очень просто Приступим к главному Дальше вы поймете, к чему я вам это все рассказала Давайте наглядно Смотрите внимательно и узрите разницу Полинезийская татуировка Вы все еще думаете, что эталон этого стиля плечо скалы Джонсона? На этом месте у всех татуировщиков, кто смотрит мое видео, начинается нервный тик и легкое заикание Угадайте почему? Потому что приносят фотографии его плеча как образец с периодичностью раз в неделю Вообще у полинезийской татуировки огромное количество ответвлений Это же все островная история Поэтому на каждом острове свои правила, свои уставы, каноны И вообще есть мнение, что в том виде, в котором изначально была придумана татуировка Ее уже не существует именно на этих островах Потому что и они уже сами не таким способом делают Сами уже забыли, что там делают Некоторые мастера стилизуют свои татуировки по традиционную этнику Есть особые эксперты и даже немножечко психопаты, как Дмитрий Бабахин Вот пример его работы Он очень пристально изучает историю татуировки Историю островной татуировки И ориентируется на орнамент Маркистских островов А вот вариант самуанской татуировки Мастера любовно называют его паркетик Вы уже видите разницу? А вот еще вариант барнео Здесь уже такие остренькие концы намечаются И такие пухленькие черные прокрасы А помните, в 90-х была такая мода на надпопочные татуировки Такие, как высокие трусы? Называется этот стиль tribal? Конечно, он родился из всего того же этнического котла Но придумал его в 80-х татуировщик по имени Лео Зулуэта По-другому не выговорю Стиль, на самом деле, достаточно интересный Если бы его так сильно не опошлили в те времена Кстати, сейчас он снова входит в моду Среди 17-23-летних людей Перейдем теперь из Полинезии в Юго-Восточную Азию Я уже немного рассказывала вам про Сакьян В прошлых выпусках на примере Анжелины Многие думают, что это просто узорчики Потому что там какие-то непонятные какие-то червячки На самом деле Сакьян содержит в себе Буддийские молитвы и магические элементы на языке пали Которые, как считаются, дают обладателю определенные преференции Такие, как здоровье, сила, богатство, красота В общем, все, что надо, все заказывайте На самом деле там вообще беда с этими языками Там и химерский, и тайский И все это вместе смотрится как узорчики Поэтому многие считают, что это орнаментал А по факту это какая-то смесь такая вот интересная Ладно, вернемся к чистому орнаменту Хайда Самое популярное название стиля, который произошел от индейского народа Но народ оказался буйный, особенно на фейсбуке И очень сильно возмущается, даже до конца непонятно чему Поэтому ему придумали новое название Формлай Но на самом деле все все равно называют между собой это дело хайда Только на фейсбуке шифруется И тут я введу персонажа для того, чтобы вы нагляднее понимали разницу стилей Пусть это будет птица Теперь запоминайте, как она выглядит в стиле североамериканских индейцев Чувствуете дух? Дух индейский Сразу трубка мира, вот эти перья Шаманские вот эти вот кружки, как они называются Костер это называется А теперь сразу перепрыгнем в кельтские узоры И смотрим на птицу тут Видите разницу? А мы уже, кстати, на другом континенте Особенность кельтских узоров в том, что они имитируют плетение Корзин, узлов Что там еще плели? Кстати, считается, что когда ведьмы плетут свои магические узлы Они как бы управляют энергиями Это я так, к слову Кельтский узор визуально напоминает хитрый и сложный лабиринт В этом и есть смысл Человек блуждает по жизни в поисках истины и самопознания И естественно, в узорчатых переплетениях и орнаменте Войны изображали свое мировоззрение, верование и традиции Кстати, именно это делают во всех стилях, о которых я вам уже рассказала Что же еще вкладывают в понятие этники? К нему относят славянские, белорусские, африканские, узбекские, монгольские Что там еще есть? В общем, сколько народностей и столько видов узоров Откуда же они берутся? Конечно, из народного творчества Это могут быть вышиванки, ложки, резьба по дереву, какие-то узоры на кувшинах В общем, все, что народ мог разрисовать Кстати, у каждой народности есть тоже свои ответвления Например, узоры Костромской области могут разительно отличаться от Вологодской Короче, черт, ногу сломят, но разбираться интересно Главное, чтобы бабули-хейтеры на нас не налетели Давайте теперь немного в современности Стили растут и развиваются И появляется некая эклектика Смешение разных техник, стилей и видений мастера Начнем сразу с радикального блэкворка Я бы даже скорее назвала это направлением Закрашивание больших участков чисто черным для многих людей выглядит достаточно дико Но по факту многие стоят годами в очереди, чтобы попасть на сеанс Герхарту Вейсбеку Понятное дело, многие закрашивают чернухой свои старые неудачные работы Но самые восторги вызывают у мастера, когда человек готов ему отдать свое чистенькое тело Потому что на старую татуху ты никогда блэкворк ровненько не положишь Все равно что-то будет под определенным цветом памяти А так, чтобы черноту всасывало и пространство Это надо на чистенькую красить у хорошего мастера Главное в этом стиле это сочетание черных закрашенных кусков и свободной кожи Еще немного из современного Многие из вас видели рукава полностью состоящие из мандал Это некоторая модель вселенной Плюс там могут быть паттерны, выполненные, например, в технике dotwork Какие-то геометрические линии и личные добавления мастера У этого всего, конечно, нет четких правил И каждый добавляет все, что хочет Но самое главное, чтобы все элементы были нарисованы правильно Геометрично, читались, не превращались в размазню Кстати, стиль популяризировал Томас Хупер А не наши русские татуировщики, как многие думают Кстати, про dotwork Это скорее техника, но часто она делается на основе орнамента Хочу подчеркнуть, что настоящий dotwork это отдельно стоящие точки Когда машинкой делаешь каждую точку отдельно Есть еще вариант, это вип-шейдинг Его очень много путают как раз с dot Когда одним просто розчерком машинки делаешь вот это напыление Это уже больше тени, нежели dotwork А есть еще linework в орнаментале Есть linework отдельно, а есть именно орнаментальный linework Вот вам пример Чисто линии, завязанные на анатомии тела Я видела работы этого мастера вживую И это, конечно, очень круто смотрится У меня часто спрашивают, в каком стиле работаю я Я бы назвала это некой эклектикой Но в основе всего именно орнаментал И часто дополнительно я использую элементы графики И иногда неотрадиционал, может быть, чуть-чуть Японии В общем, мешаю, как я это вижу Но у меня тоже есть два ответвления Первое, это кружевная татуировка Это черные линии, сетка Ну, вы видите А второе, это мехенди Это некая смесь мехенди И, может быть, викторианских узоров Она смотрится полегче И более такая какая-то восточная немножечко Сейчас будет важный конец Бывают орнаменты, выполненные тенями И тогда это уже не орнаментал То есть это вроде как орнамент Но по факту это реализм Не путайте Как только нечетко, это уже не орнаментал Первая часть стилей татуировок подошла к концу Не забывайте смотреть в моем инстаграмчике Неудачные дубли наших выпусков А сейчас будет ответ на конкурс Который был в прошлом о выпуске А вот и ответ на наш конкурс На протяжении прошлого ролика Этот лифт открывался Вы же уже успели подписаться и лайкнуть И нажать на колокольчик, да? Успели? Все, всем хорошего дня И вступайте в партию Народная Нелена Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok